С момента крупного пожара в доме Челышова прошло две недели. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Администрация города продолжает оказывать поддержку пострадавшим при пожаре. Большинству жителей уже выплачена материальная помощь в зависимости от причиненного квартирам ущерба. Предоставлено временное жилье в маневренном фонде. Власти оказывают поддержку, ту, которая необходима. Люди там справки получают, и по этим справкам какие-то первые выплаты уже получили некоторые. Открытую встречу с жителями провел депутат Госдумы Александр Хинштейн. Больше всего пострадавших волнует судьба сгоревшего дома. Однако пока делать какие-то прогнозы рано. Только после технической экспертизы станет понятно, подлежит ли дом реконструкции, пригоден ли он для жилья и можно ли будет обойтись ремонтно-реставрационными работами. Также на этой неделе, скорее всего, заключат договор на срочные противоаварийные работы. До наступления холодов тепловой контур дома должен быть полностью восстановлен. Ровно так же, как год назад, когда сгорел наш пятый подъезд. Все, что полагается муниципалитету и государству сделать для людей, которые понесли всевозможные убытки, все было сделано. И сейчас делается ровно то же самое, если не больше. Некоторые вопросы удалось решить в ходе встречи. Например, куда на время ремонта вывезти вещи. Парламентарий уже договорился с одной из самарских организаций, сотрудники которой предоставят для этого свои склады. А в администрации Ленинского района помогут с перевозкой, обеспечат грузчиками и транспортом. В ходе встречи Александр Хинштейн осмотрел квартиры, пострадавшие в огне, отметив, что надежду на восстановление здания терять не стоит. Некоторые квартиры выгорели, но есть квартиры, которые более-менее в нормальном состоянии. Самое главное – стены, фундамент, основная часть крыши, несущие конструкции. Все осталось. Индивидуальная работа с каждой семьей продолжится до завершения всех необходимых процедур, связанных с технической экспертизой. И если потребуется – восстановлением доходного дома. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События.